На борьбу с теми, кто рвет страну по частям, на этой неделе встал сам товарищ Сталин. Коммунисты запустили в интернете новый проект. Теперь отец всех народов будет бороться с коррупцией в режиме онлайн. На сайте, который называется ни много ни мало антикоррупционный комитет имени Сталина, коммунисты намерены публиковать списки нечистых на руку госслужащих и даже проводить собственные расследования. В черный список чиновника-взяточника может внести также любой россиянин. Проект оформлен в лучших традициях советской эпохи. Красные цвета. В одном из разделов можно увидеть открытку с надписью «Работать так, чтобы товарищ Сталин спасибо сказал». Но сразу после того, как информацию об этом проекте растиражировали журналисты, сайт перестал открываться и на нем появилась надпись «Ресурс работает в тестовом режиме». Тем временем, по данным в ЦИОМ, если бы парламентские выборы проходили в России сегодня, то народ проголосовал бы прежде всего за «Единую Россию». Партия набрала бы почти 60% голосов избирателей. На втором месте коммунисты, за ними ЛДПР и «Справедливая Россия». В общем-то, привычный политический расклад. Интриги добавляет только новый претендент на места в парламенте «Правое дело» партии олигарха Михаила Прохорова. Михаил Прохоров сегодня напоминает звезду, которая светит, но не греет. То есть люди о нем уже знают. Знают, что он не просто олигарх-миллиардер, но и что решил возглавить политическую партию, пойти в Государственную Думу. Но пока он их не слишком привлекает. Информированность выросла, симпатии, лояльность, готовность проголосовать за него нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова